Приветище! Это Зельда Слезы Королевства и мы находимся в замке Хайрул. То есть не возле него, мы прям взобрались на летающий кусок этого острова, на котором центральная часть замка Хайрул. Дело в том, что мы пришли сюда найти тайник Зельды. Нам нужно пробраться как-то в тронный зал. Надеюсь, что тут нету никаких мощных боссов. У меня чуть течением вниз не унесло. Это было бы обидно, потому что залезть сюда было сложновато. Надеюсь, что здесь не сильно мощные противники и нас не вынесут сразу же, как только я сюда проникну. Второй бастион Хайрульского замка. Ну а нам, скорее всего, нужно вот прям вон туда. И как это сделать, поскольку тут куча миазмов, которые нас могут просто лишить сердец. Нужно хорошенько подумать, а это что такое? Какие-то шпили. Смотри, что я там заметил. Давай-ка спустимся. Да тут еще и сундук. Ничего себе. Тут щит крутой. Надо его забрать. Гвардейский щит. 70 броней. Конечно же, заберем. И пойдем еще сундук обыщем. Королевская алебарда. Фигово, когда твои рюкзаки очень маленькие. Надо их прокачивать. Так, ну что ж. Пойдем, значит, ближе к центральной части. Вот мы и здесь. И как нам теперь туда попасть? Тут дорога вся переграждена. Только если перелететь или... Туда наверх тоже... А, вот смотри, можно забраться вроде бы здесь. Очень много преград. Я уже ближе. О, смотри-ка, что я заметил. Тут светилище есть. А там у нас монстрики. И такие довольно серьезные. Ладно, попробуем все-таки к светилищу пробраться. Дело в том, что... Если я отсюда каким-то макаром упаду, светилище мне поможет сюда телепортнуться. Готово. Светилище открыто. Да. Засада. Небольшая засада. А там у нас кто? Там свинь. Я думаю, что нам нужно туда теперь полететь. Ты что огудишь там, свистишь? Получай. Кстати, свинь не такой уж и сильный. Сейчас мы к нему слетаем. Свинюшка, я пришел к тебе на поединок. Минус один свин. И десять стрел. Это шикарно. Что ж, я думаю, что мы тут пролезем. Нам сейчас нужно просто сюда перелететь. И мы у входа во дворец. По-моему, это даже центральная часть входа во дворец. Так пойдем же, зайдем сюда. Скорее всего, мы даже прямо сразу в центр тронного зала. Попадем. Цитадель. Нет, это не тронный зал. А там вот король с королевой сидел. Пойдем-ка туда поднимемся. Посмотрим, что кого. Есть что-то интересное. Ни шиша нету. Поднимемся еще выше. Может, на самом верху будет нас что-то ждать. Какой-то сюрпризик. Стой, погоди-ка, погоди, 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 погоди. Я увидел вот эти штуки. Может быть, их поджечь? Мы, правда, не в тронном зале, но все равно. Давай попробуем их зажечь. Посмотрим, что произойдет. Оу-оу-оу-оу! Тайник открылся. Так-так-так, и что же здесь? Что же, что же, что же там? Давай залази. Сундук. Сундук, сундук, сундук. Достаем его. Новая туника-война! Пять брони! Мне об этом, кстати, тоже писали в комментариях, что она будет пять защиты давать. Новая туника-война. Погоди, а почему речь-то шла про тронный зал, если я в цитадели сейчас нахожусь? А, не важно. Главное, что я эту тунику достал. Ого-го-го! Вот это классика! Вот это круто! Слушай, без каких-либо проблем я ее достал-то, на самом деле. Даже ни с кем толком-то не посражался. А это что за закуток? Давай заглянем. Ничего себе, 50 рупий тут кто-то захонырил. Итак, я спустился с замка Хайрул, потому что я хочу туда вернуться чуть позже. Но прежде, чем мы продолжим нашу сюжетную линию, мы зайдем к фее. Давненько мы у них и не были, наверное, со времен Ботвы. Вот он ее домик. С кучей грибочков. Она нас, наверное, разождалась. Военный лагерь. Странно, почему военный, если тут фея? А, ты, ты монстр. Наверняка за моим даром улучшения вещей охотишься. Я слышал, что этот мир, загрязненный миазмами, кишит монстрами. Наверное, мне больше не услышать волшебные звуки и скрипки. Пока в мире не звучит чудесная музыка, я и носа не высуну из своего бутона, хоть до конца своих дней. Я ведь решила перебраться поближе к конюшне, чтобы благословлять как можно больше путешественников. Ах, если бы я только могла услышать игру настоящего музыканта на скрипке, я бы решилась показаться наружу. Блин, я совсем забыл, что перед тем, как фею открыть, нужно исполнить ее желание. Что ж, эта фея хочет музыку. Так будет ей музыка. Для этого нужно сперва заглянуть в конюшню. Уверен, там есть скрипач. Гляньте-ка, кто это у нас тут? Это же наш курьер. Не могли бы вы рассказать поподробнее о том вечере, когда большая фея укрылась у себя в бутоне? А где это же скрипачка? Ёлки-палки, круто! Вот мы и нашли музыкантов. Да, это произошло вскоре после катаклизма. В какой-то момент фея перестала показываться, и мы решили проверить, все ли с ней в порядке. В этот момент случилось кое-что странное. До сих пор мурашки по коже. Прямо перед нами неожиданно выскочила какая-то блондинка. Наша лошадь испугалась и понеслась прочь. Но больше всего досталась участнику нашей трупы, без которого мы как без рук, хотя скорее ног. Два колеса нашего незаметного бесценного грандулета сломались, и повозка встала, это катастрофа! Теперь мы не можем перевозить наши музыкальные инструменты, а значит не можем выступать. К счастью, никто не пострадал. Но с тех пор большая фея стала чего-то бояться, и совсем перестала показываться из своего бутона. Наверняка та женщина сделала что-то большой феей. Я даже не сомневаюсь. Какая-то негодяйка городская убежала и даже не извинилась. Какой бы ни была причина, по которой большая фея укрылась, нужно поднять ей настроение. Мы хотели выступить для нее. Но пока грандулет, на котором мы перевозим инструменты, в таком состоянии... Блондинка, говорите им. Может ли это быть... О, здорово, напарник! Не ожидал тебя здесь увидеть. Ты как раз вовремя. Извини, что перехожу сразу к делу, но нам с тобой пора за работу. Видишь этих музыкантов? Они говорят, что местная большая фея укрылась в своем бутоне и не показывается, а все из-за некой блондинки. Возможно, это принцесса Зельда. Конечно, газетные утки не место на наших страницах. Поэтому мы должны услышать, что произошло из уст самой большой феи. Говорят, что большая фея благословляет путешественников. Поэтому ее присутствие очень важно для этой конюшни. Надеюсь, ей скоро станет лучше. Что ж, нам нужно придумать способ добраться до большой феи. Лошадь убежала, грандулет сломан, и заменить его нечем. Что же нам делать? Да расслабьтесь. У феи я уже был, так что это не новость. Грандулет вас сейчас починим. Лошадь вашу найдем. Благо, все инструменты тут под рукой. В конюшнях всегда все под рукой, поэтому я их и люблю. Ой! Что-то колесо я, походу, не так прикрутил. Сейчас, минуточку. Да, елки-палки. Кстати, грандулет у них роскошный. Он прям такой, знаешь, королевский. Смотри, какие там седухи мягкие. Чтоб попкам было мягко по камушкам ездить. Это тебе не Мерседес, это покруче. Премиальная карета какая-то. Грандулет починен. Осталось только лошадь найти. Где ваша лошадь потерялась? Скрипили. Он что-то приделал грандулету. Может быть, теперь он поедет. Залезаем, пока путник не передумал. Ну что, все, вы тут... Да, отлично. Вытаскиваем камень и... Повезу я, походу, на своей лошади. Надо ее только забрать. Поехали. У нас с тобой важная миссия. Эй-эй-эй-эй-эй, повозка, ты куда без нас поехала? Ты что? Лошадь, поехали. Повозочка, стопэ. Прикрепили. Отлично. Все, поехали. Приехали. Спасибо за то, что довез нас в целости и сохранности. Ну что, пора готовиться к выступлению. Я-я-я! Мы должны вложить в нашу музыку всю душу ради большой феи. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил 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 DimaTorzok Килтон Еще один Это бесполезно Колтин Килтон и Колтин Говорю же Все твои попытки Превратиться в легендарного Сатори Бестолковая затея Лучше бы помог мне с моей коллекцией Фигур монстров вместо того чтобы Гоняться за безумными мечтами Килтон Я хочу стать Сатори Которым я всегда восхищался Чего бы мне этого не стоило Если я смогу раздобыть дар пещерной пипы Моя мечта стать Сатори Исполнится Слухи не обманули В пещере правда водится существо Которое сияет как Сатори Его называют пещерной пипой Правда я не ожидал что оно сможет так высоко забираться на стены И так быстро двигаться В таком случае Колтин Перестань упрямиться И попроси кого-нибудь помочь тебе Поймать пещерную пипу А в награду ты можешь отдать помощнику Найденное тобой сокровище Опачки Ребят Давайте я вам помогу Путник Неужели ты слышал наш с братом разговор Дар пещерной пипи Мне просто необходим Чтобы моя мечта исполнилась Но пещерная пипа Такое пугливое и быстрое существо Что за мечта-то? Спрашиваешь о чем я мечтаю? Я хочу превратиться в легендарное существо Сатори Сатори легендарное создание, которое видели в разных местах по всему Хайрулу У него умный, пронизающий взгляд Сияющий голубоватый мех А его грациозность всегда меня восхищала А, я кажется понял про кого ты Я тоже его видел Я изучал старинные документы и выяснил, как можно стать Сатори Для этого надо найти пещерную пипу Обитающую в темных пещерах Это загадочное создание испускает голубоватое сияние Точь в точку к Сатори Чтобы заполучить дар пещерной пипы, нужно поразить это существо Вот я и углубился в пещеру в поисках пещерной пипы и ее даров Но это существо оказалось гораздо быстрее и проворнее, чем я думал А, я хочу стать Сатори, которым я так восхищаюсь, чтобы мне это не стоило Ой, извини, я увлекся Теперь ты все знаешь, потому прошу, если добудешь дар пещерной пипы, принеси его мне Я тебе щедро благодарю Но у меня вообще тоже есть дар пещерной пипы, так что держи Ооо, это же дар пещерной пипы Колтин, ты же это искал Изящная форма и легкие голубоватое сияние Это же самый настоящий дар пещерной пипы Какая радость, наконец-то я смогу стать существом, которое всегда меня восхищало Сатори Огромное спасибо, путник Прошу, возьми это в знак моей благодарности Голова Бокоблина Страшный, но в то же время милый головной убор, который Килтон сшил своими руками В нем Бокоблином будет сложнее вас узнать Ох ты, ничего себе прикол Понимаешь, я собираю разные Органы монстров, вещи, благодаря которым выглядишь как монстр В маске Бокоблина, которую я тебе дал Любой Бокоблин примет тебя за своего Абсолютное сходство Заодно примеришь на себя облик и дух Бокоблина Обязательно попробуй Я так давно ждал этого момента И вот, наконец, я могу отведать дар пещерной пипы Как? Что? С моим телом ничего не происходит Но чувствую я себя как-то странно Наверное, это значит, что я стал чуть больше похож на Сатори Хотя еще ничего не... даже не превратился Дары Мне нужно больше даров Ничего не выйдет Если их по одному Надо собрать побольше Проглотить все разом А для этого... Килтон Решено Я отправляюсь на поиски даров пещерных пип Значит так Вижу, ты это твердо решил Поэтому мне ничего не остается, как поддержать тебя Я буду молиться, чтобы ты собрал как можно больше даров пещерных пип Спасибо, брат Путник Ценю твою помощь Ну и мне не дело сидеть сложа руки Пора опуститься на поиски даров пещерных пип Но ты про меня не забывай Если раздобудешь дар пещерной пипы и захочешь его обменять, обращайся За дар пещерной пипы я дам тебе что-нибудь из моей коллекции сокровищ Имей это ввиду Надеюсь, мы еще встретимся Уууу, так у меня есть еще, кстати Сокровища пещерной пипы Но я думаю, что они уже убежали И был таков Надеюсь, когда-нибудь он сможет исполнить свою мечту Ну, мне тоже нельзя мешкать Мой путь лежит в новую деревню в Акале Путник, я очень благодарен за то, что ты помог моему младшему брату Если ваши пути еще пересекутся, прошу помогай ему и дальше Бороться за исполнение своей мечты Я постараюсь следить за путешествием брата Поэтому если он понадобится тебе и ты не сможешь его найти Заглядывай ко мне в новую деревню Ну, а мне пора в дорогу Так, так, так Найти Колтина Обязательно его найдем, а я хочу одеть вот эту набожку Потому что у меня там кольцо было, да? Теперь вместо кольца у меня вот такая штука И надо найти бокоблинов и попробовать слиться с ними Ну вот мы пришли в земли горов Давай посмотрим Горнград и ресторан Бардуса Ммм, какая интересная жареная каменная рулька Пойдем-ка заглянем в этот ресторан Уверен, мы тут приготовим какое-нибудь вкусное блюдо Ну, нам приготовят, и мы его отведаем Здравствуйте, здравствуйте Как вы вкусно едите эти огромные куски мяса Этот, видимо, ждет свой заказ А ты кто? Не может быть Да, я не прав Не следовало его заказывать Но просить меня принести взамен еще одно филе Де гранит Тоже перебор Тебе не кажется? Я могу предложить тебе вот это Эта необычная штуковина была найдена после катаклизма Выглядит, конечно, стартновато Но это абсолютный реалитет Филе де гранит сейчас самый огонь Это ценнейший съедобный камень Он в дефиците А желающих много Я его для тебя приготовил А ты даже не притронулся Так что теперь давай неси еще одно филе де гранит И будем квиты А эту свою штуку забирай Смотреть противно Да если бы это было так просто Я бы давно уже его принес Я даже ходил за ним в пещеру Куда ведут эти рельсы для вагонеток Как ты и советовал Но хайлицам туда не пробраться Слишком опасно В общем, этот твой хлам мне не нужен Пока не принесешь филе де гранит Я от тебя не отстану Продукты не пропадают зря Придется пойти Помочь этому чувачку Достать филе де гранит Значит, нужно по рельсам вот этим идти Ну, кстати, можно и... А, я хотел по ним прокатиться Но они же идут в горку Поэтому не получится прокатиться по ним Только если с горки, наоборот Вон там где-то пещера должна быть Вот она Вот она, эта пещера Тут даже что-то написано Давай почитаем Памятка для рабочих хайлицев При входе в пещеру Не забудьте позаботиться О защите от высоких температур Если пожарное зелье закончилось Приготовьте новое Из пожарных ящериц И органов монстров При купании Окунайтесь в воду по плечи В случае производственной травмы Сразу обратитесь в контору Юнопку Возле северного рудника Ага! Ага, пожарная ящерица Их тут, в принципе, довольно много Только они... Только они разбежались Хотя вот еще одна есть Значит, я думаю, у меня два зелья Наверное, хватит Органов у меня с собой много Так что... Вон еще одна ящерка Сейчас мы их отловим Этого Ящерки, ящик И казан тут рядышком Ух, там сколько ящерей снырху Ну, я думаю, мне три штуки хватит Выше крыши Там вон маг прыгает Значит, надо разжечь сейчас казан Где там у меня Кремний Разжигаем И давай готовить Значит, мне нужны пожарные ящерицы Вот, три штуки Взять в руку И органы нужны теперь Вот, например, зуб Бокоблина Или надо что-нибудь помощнее Вот, Рок Бокоблина давай, например Ну, давай и зуб, ладно Сразу кучу всего Чтобы зелье было как можно мощнее Вот, надеюсь, что зелье получится Все-таки сварить Я ранее, по-моему, вообще Очень редко зелье варил Ну-ка Пожарное зелье на восемь минут Отлично Ну вот, три зелья готово Одно на восемь минут Другое на семь И другое на девять Так что В принципе, по времени Мне должно хватить Чтобы зачистить эту пещеру Восточная пещера Уристо... Ох, уже горячо Надо выпить это зелье Где оно? Значит, вот На восемь, на девять И на семь Давай на семь Вначале выпьем Огнестойкость Ну, вроде бы все Я как бы говорю Стой, стой, стой Надо щит сменить Черт, у меня щит сгорел Ёлы-палы Ну, что поделать Ладно Щит сгорел Возьмем давай металлический щит Вот этот вот И сейчас попробуем На нем туда прокатиться Покатиться Ай О, нифига себе Прикольно Смотри, как он дополнительную защиту создает Классно Так, разгончик Стой, стой, стой Поторопился мальца Так Сейчас, надо все Все сообразить Ух Доехали Ага Этот способ мне нравится Давай еще разок так же Сейчас разгончик Опа Готово Тут у нас какие-то палки есть Что это такое Копье Неинтересно ничего О А это что, вагонетка И можно туда пролезть Давай мы ее уберем Посмотрим, куда этот путь ведет Есть тут кто? О Тут можно кое-что пробурить А в сундуке у нас Ракета Ракета Пушка Петарда Вау А нафига нам вот эти вот штуки Я не знаю, если честно Давай мы сломаем эту стенку И может тогда будет понятно Черт У меня сейчас может палка сгореть Давай меняем сразу же ее На металлический предмет Все, что деревянное Очень сильно тут горит Так что надо быть очень аккуратным О, пипа И пуля Стрелы загорелись Где там? Дар выпал А вот заяц убежал Ну ничего страшного Давай, короче, пропеллер этот Вытащим отсюда Тудашеньки Он как раз тут пролазит Вся проблема в том, что тут Заканчивается О Огненная мышка А что я ее раньше не видел Проблема в том, что рельсы тут заканчиваются И дальше не идут Возможно Возможно Это что Дина Это рулька Это же рулька А, все, я понял Теперь для чего нам здесь Надо этих рулик побольше притащить Вот для чего нам Баганетка здесь И этот Вентилятор Ладно, ставим ее Вот, думаю Три рульки нам вообще Выше крыши хватит Пихаем вентилятор Ну и можно отсюда валить Поехали Да елки Мышка меня подожгла Слушай, ну едем мы с ветерком Прям вообще хорошо Все, приехали Я прямо так возьму И вместе С вагонеткой Оттащу все сюда Держи Смотри, сколько мяса притащил Эй, ты чего делаешь? Это, это мое Да блин Я не хотел ничего брать у тебя Я тебе вот кусок мяса притащил Помочь хотел А ты На вот Ого Это Это же филе де гранит Эй, парень Настоящее филе де гранит Не хочешь обменять его на это? Конечно, давай обменяемся Спасибо, ты меня выручил Эй, уважаемый Больше претензий нет? Пока у меня есть филе де гранит Какие претензии? Уф, я спасен Понимаешь, я обожаю мясные блюда И когда узнал о филе Сразу примчался в этот ресторан Мне и в голову прийти не могло, что это камни Вот, это самая редкая вещь, которая у меня есть Держи, это тебе Большой энергозанар О, кстати Ты слышал, что недавно обнаружили какое-то неизвестное существо? Если это не выдумка, я просто обязан попробовать, какое оно на вкус Мне так нравятся мясные блюда Я постараюсь собрать информацию об этом существе в конюшне А потом сразу отправлюсь на поиски Ты славный парень Так что, надеюсь, наши пути еще пересекутся А теперь мне пора Бывай Так, какое-то странное существо Которое его хочет сожрать Этот типок Он явно будет распространять скоро коронавирус в этой игре Берем вагонетку Тут есть рельсы, они ведут куда-то дальше Надеюсь, они отвезут нас туда, куда нам нужно Ставим сюда И поехали Посмотрим, куда они нас привезут А, это тупик А кто это тут купается? Стой, стой, стой Это шахтер, что ли? Привет Я тоже хочу искупнуться О, это теплые источники Они восстанавливают здоровье Как хорошо Ну все, ладно, я пошел О, паньки Смотри, какого я тут нашел Вау, вау, вау Он же может мне оружие починить Как насчет Что-нибудь починить Вот Вот я даже не знаю Королевский клеймор, может быть Давай попробуем укинуть Так Ай Меч засоси Меч, меч, меч Блин, не получилось Так, хорошо Давай мы ему поближе попробуем положить Прямо под носом Вот тут А там что-то, кстати, у него лежит Ну-ка засасывай меч О, о, я и засосал И ко мне свиня идет Она, она идет Блин, меня мечом моим же А ты что, меч не отремонтировал мне, что-то? Че ты на меня смотришь? О, сейчас будет капец Прожарка свиней Смотри, свиньи на меня реально не нападает Так, убегаем Оу А, слушай, что-то не прожаривается свинь Ну ладно, ладно, короче Меч мне не починили Я думал, что Вот эта штука починит мне Меч от миазмов Но нет, это не прокатило Ну что это? А, это позвоночник какой-то Все, ладно Пошли дальше Что ты на меня... Ты меня спалил? Ты меня спалил? Не надо в меня камни кидать О, зайчик Ладно, пускай он тут сидит Я мимо пройду Не буду его трогать О, дружище, ты тут тоже Рекламный щит держишь? Ну, держи Так, погоди Вагонетки! По минутку Нифига себе, какая скорость Сейчас я в нее сяду И должен поехать наверх Наверное Ладно Возьму вот эту штуку Без нее, видимо, тут общенька Горенград Вот и приехали Ну и чудно Осталось только найти здесь главного Нифига себе Сколько у них тут рулях-то этих Да они прям помешаны на них А, погоди... Минуточку, минуточку Че, это и есть глава? Ну, здравствуйте Даже стражнику ворот Крейн потерял голову А я ведь предупреждал его Что нельзя есть филе до гранит Причина, по которой Все себя так странно ведут Ну, в общем Это все из-за филе до гранит Которую добывает Президент Юноба Так ведь? О чем это вы там перешептываетесь? Шептываетесь Что, опять чушь несете про филе до гранит? Хе Да все чудненько, гора-гора Прекратили молоть чушь И покатили горы отсюда Это кто? Линк, что ли? Извини, с моей высоты Заметить такую мелюзгу сложновато Гора Юноба Что за манеры? Разве можно так обращаться с гостем? Шеф То есть, Бруда Ты тут не главный, если что, гора Слерга Кто сейчас заправляет всем в Грандграде? Юнобка Офрок Кто основал Юнобка? Президент Юноба Ты все понял, Бруда? Твое время прошло Нечего тут командовать Я не буду молча выслушивать все это Слушай, Линк А что тебе вообще занесло в Грандград? А? Ищешь принцессу Зельду? И хочешь знать, не проходило ли здесь что-нибудь странное? Принцесса Зельда? Вроде как она пропала Но странно, что ее еще не нашли У нее такая светлая грива Что найти ее не должно составить проблем Светлая грива? Ты имеешь ввиду, что у нее светлые волосы? А волосы такого цвета у дамы С которой президент Юнобка Проворачивает сделки с Филе де Гринд? Эй, вы двое Это не ваше умодело Ладно В Грандграде все спокойно У нас никаких дел нет И не может быть ни с какой принцессой Зельдой Если ты волнуешься и все такое Волнуйся где-нибудь в другом месте Все Пошел за Филе де Гринд Я не могу заставить ее ждать Горы Эй, Юноба Стой, где стоишь Если ты еще хоть один кусок этого Филе де Гринд принесешь Оу Моя спина Кое-кому лучше бы спину свою лечить А не разговоры разговаривать Слерга Офрак Покатили-ка живо в контору Юнобка Юноба из Грандграда Ну что ж На сегодня это все Если тебе понравилось Не забывай ставить лайк Под этим видео И подписываться Если ты еще не подписан Чтобы встретиться в новом ролике Так что до встречи Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok